мир всем сегодня поучительное видео я хотел поделиться своим опытом как применить 10 пунктов основных чтобы добиться высокой ценой яйценоскости у кур то есть процентов на 80 например то есть 10 основных пунктов четыре из них обязательно вот значит первый первый это куры как рекомендуют ветеринары до двух лет вообще если курицы будет там 5-6 лет то понимаете она уже старая она будет мало нестись там уже ничего не поможет мы берем нормальный кур которым там два-три года например вот для них то что я сейчас перечислю поможет увеличить яйценоскость ветеринары советуют чтобы кур держать до двух лет то есть а потом ну там от них избавляться соответственно должен быть постоянно такой круговорот что ли постоянно возобновление нового поголовья вот что мы делаем то есть мы каждый год покупаем там по 15 по 10 и не сушек вот соответственно старые стареют молодые молодеют и так далее так постоянно на хорошем уровне получается это первое второе температура всегда должна быть пульсовая температура естественно если даже там плюс 2 например плюс 4 как бы эту маловато вот то есть куры когда им холодно не тоже перестают нестись соответственно вот у меня в сарае животные были когда их было много особенности не было тепло сейчас вот кур мало животных мало соответственно и тепла мне приходится искусственно добавлять тепло и поставил пушечку там она гонит тепло значит световой день третье и обязательно проточная ну не проточная чистая вода если у вас нету поилок у вас есть какое-то ведро и вы должны постоянно это ведро менять с чистой водой ну там каждый день например вот у меня поилочки мне как бы мне проще за этим не смотрю они сами пьют вот это четыре основных момента осталось вот и хотел показать пушечку киловаттная пушка понятное дело что мотаются деньги но это всего лишь на некоторое время это вынужденная мера потому что у меня сейчас нету свиней время весна чем у нас февраль на дворе вот и все равно еще дни холодные поэтому я посмотрел температуру но она опустилась там до где-то до двух градусов вот это не очень то есть куры даже немножко сбавили вот поэтому я сейчас какое-то время поработает пушка чтобы было тепло еще один из параметров значит это ракушка это то из чего они делают пальцы и у них вырабатывается на скорлупу и ракушка должна быть постоянно с осенью надо заготавливать чтобы она была вот либо что-то там бывает как раз скорлупа от яйцев тоже люди отдают собирают там сами собираем тоже им крошим обязательно должен быть песок песок должен быть тоже заготовлен с лета вот у меня такая такой ящичек это вот еще это не песок это глина вот это глина я тоже иногда подсыпаю сейчас принесу песок так вот песок сухой песочек им тоже очень нужен для пищеварения вот а в глине находится железо то есть это тоже как своего рода витамин специальный седьмой восьмой пункт из этого списка значит это постоянная еда чтоб у них была пшеничка зерно какое-то в основном это пшеница конечно и обязательно вкусняшки какие-то вот я например тут морковку варю чуть-чуть вот свекла была остатки от кабачка то есть это тоже все в зимний период бывает очистки какие-то все это помогает здесь вот у меня бункерные кормушки тоже и сюда засыпал вот девятый пункт это витамины значит это крапива крапива и сено сено у меня получается просто когда я подметаю сарай там какой-то уже который там козы вывалили потоптали то есть я им сюда кидаю это как подстилка и они травку тоже едят вот крапива это очень хороший витамин для них значит мы сушим их венечки такие в летний период бывает собирают так что скажет крапиву она подсохнет клеенку расстилаешь берешь варежки обрываешь все листочки и забиваешь их мешки то есть еще такой способ но я пока такой способ использую они принципе обедает все остаются только палочки вот видите уже начали но десятым пунктом завершающим это отдельная значит коробочка золой золой обязательно вот здесь видно что они уже тут с травкой уже намешали вот зола естественно должна быть остывшая то есть проверенная без всяких там красных угольков и так далее уже несколько раз было были пожары от того что люди высыпали вот золу сюда она сохраняет там угольки красные начинается шаять пожар и так далее вот еще рекомендуют обязательно древесную золу это тоже используется как витамин специально для них вот очень полезно в золе они купаются то есть моются очищаются там от всяких паразитов и так далее сегодня я хотел вам рассказать как увеличить яйценоскость но при этом ничего не делается сожалению не получилось потому что делать все равно что-то надо вот я рассказал 10 пунктов 4 из них основные значит если их выполнять то вы будете всегда с куриным яйцем конечно еще очень важный момент это внешняя среда чтобы влажность была на допустимом уровне потому что если будет большая влажность для птиц это тоже плохо моё мой опыт как бы он не не является там истинно в последней станции то есть но я прожил шесть лет вот у нас уже есть какой-то опыт есть люди более профессиональные но я думаю какие-то пункты у нас с ними совпадут еще люди вот проращивать зерно там варят еще что-то то есть это все это все будет благоприятно влиять на яйценоскость дополнительные витамины и так далее поэтому всем всего доброго применяйте экспериментируйте и вы будете всегда с куриными яйцами всего доброго если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного